Хотел бы немножко поделиться с вами еще одним интересным мультитулом. Мультитул называется Sparta. Вот, он продавался в таком вот чехольчике. Сейчас я его спрячу. Покажу вам, как он выглядит. Примерно вот так он продавался. Значит, если помните прошлый мой мультитул, тоже китайского производства, я заинтересовался, в общем-то, мультитулами необычной конструкции. Они мне показались такими, немножко стимпанк, что называется, ну, интересные. Вот, в принципе, они довольно функциональны. Я рассказывал о предыдущем, я сейчас ношу его с собой. Назвал его Alligator, сделал к нему темлячок. Он также фиксируется на пластиковый карабинчик. Вот, это достаточно классный мультитул. Вот, и еще один мультитул, который я назвал Носорок. Для меня Sparta это Sparta, а Носорок это Носорок. Что мы видим? Обратно-таки темлячки сделал в цветах, в которых представлен этот мультитул. То есть, черно-белый, ну, металл. Этот мультитул сделан немножко лучше, чем этот предыдущий. Хотя по размерам они примерно одинаковые. По габаритам этот чуть-чуть тяжелее и чуть-чуть толще, но массивнее. Значит, что мы видим? Ну, во-первых, конструкция сама по себе, говорится всегда, да. Подпружиненным таким же методом сделан плоскогубцы. Плоскогубцы, видим, рабочие достаточно, открываются достаточно широко. Толстые. Значит, здесь есть молоток и гвоздодер. Первое впечатление. Вот этим молотком можно спокойно забить гвоздь. Абсолютно. Это модель более туристического направления. Можно поремонтировать, в принципе, небольшое снаряжение, если нужно. Что-то подстучать иногда, поставить с проволоки заклепку. Это всегда очень нужные вещи. Например, этим постучать не получится. Ну, разве что вот так, но эффект, конечно же, не такой, как здесь. Кроме молотка, конечно же, плоскогубцы и гвоздодеры. Все сделано, в принципе, очень интересно. Ну, китайцы. Значит, фиксация точно такая же с кобой, но здесь более плавный ход. Пружинка не выскакивает. То есть, кольцо, в принципе, не нужно одевать. Как я доработал в этом. Видите, здесь колечко. Поехали дальше. Что бросается в глазах? Во-первых, название Спарта, ну, уже фактически затертое. Я так понял, что это юзанный уже кем-то, то есть бэушный. Бэушный мультитул, купленный на юности, рынок юности за 95 гривен. Своих денег он, в принципе, стоит. Значит, поехали дальше. Не знаю, как говорить, под правую руку или под левую, но, в общем-то, сбоку. Внизу у нас есть нож. Нож достаточно большой. Если сравнить его с аллигаторным ножом, можно видеть, что у аллигатора толще, но сведение фактически такое же, как здесь. Но здесь он толще. То есть, у носорога, это носорог, да, у него тоньше идет. Я его заточил обычный. Бумагу режет, дерево режет. В принципе, в быту очень неплохой нож. Люфтов нету. Закрывается плавно. В принципе, одной рукой даже, если попытаться, можно открыть. Да, раз, два. Ну, то есть, если очень нужно. Поехали дальше. Рядом есть такая же интересная конструкция. Отвертка, серейка, она же пила и напильник с другой стороны. То есть, три в одном, что мне очень нравится в этих мультитулах. Так это вот такие вот решения. Опять-таки, нравится, что при фиксации есть еще среднее положение. Да? Все. Открылся. Поехали дальше. Последнее, не последнее, извиняюсь, здесь инструмент, это, конечно же, консервный нож. Консервный нож. Посмотрите. Заточен хорошо. Здесь также есть, помимо консервного ножа, еще и заточенный у нас такой распарыватель. Вот. Достаточно массивный. Резучий. Не знаю. Что еще интересно, это маленькая отверточка, о которой я уже говорил ранее. Все сделано так же, как и в предыдущем мультитуле. Также есть крестовая отвертка. Тоже очень функциональная. В принципе, все о данном мультитуле. Спарта, который я переименовал в мультитул носорог. Он похож на него. Вот. Накладочки, я уже сказал, что есть накладочки, что удобно, значит, брать руку. В принципе, достаточно увесистые, но не тяжелые. То есть, носить с собой в кармане достаточно напряжно, но в рюкзаке практически незаметно будет. В принципе, все. Смотрите еще мои обзоры, в которых я буду говорить о нестандартных решениях мультитулов, к которым мы привыкли китайским. Возможно, я еще сниму видео по поводу того, как они работают, как режут, пилят, режут, не знаю, собивают гвозди и тому подобное. Это все. Спасибо за внимание. Всего хорошего. С Богом, господа.